друзья всем большой привет сегодня по заказам телезрителей и решил обсудить тему как быть с хамажами да потому что но многие из вас наверно знают что такое хамаж и хотел просто с вами поразмышлять на тему того хамаж это все-таки копия часов тупо да или это дань уважения и подражания какому-то успешному продукту какой-то иконе стиля чему-то действительно выдающемуся в мире часов да поэтому поговорим на эту интереснейшую тему и надеюсь вам будет также интересно как и мне когда я готовил это эту презентацию что касается вот хамажей я не знаю можете остановить видео написать в комментариях до этого видео вообще насколько вам эта тема интересна и если у вас в коллекции хамажи или может быть какие хамажи больше всего вас вызывают недоумение или наоборот восторг что это сделано классно качественно и так далее да а мы с вами начинаем итак первое я надеюсь не попадает кстати камера в эту надпись что хамаж с французского омаж дань уважения до точный перевод или наиболее точно к нам вот к часовой теме если взять хамаж означает выполнена по мотивам чего-то почтение чего-то да то есть точно пытаются что-то повторить успешные какие-то дизайнерские скажем так находки решения и так далее это называется хамаж или омаж если на французском какие у нас есть примеры как вы знаете уже не первый раз я привожу в пример фредерик констан часы вот слева это первые часы которые меня зацепили когда я летел в самолете и немножечко вызвали у меня такое понимание куда я хочу двигаться какой дизайн часов мне нравится да и я об этом рассказывал в прошлом видео по поводу моей коллекции часов первой части будет ссылочка в описании посмотрите обязательно там колоссально мне кажется полезная интересная информация для многих оценителей и начинающих коллекционеров и потом я только понял что они во многом слезали дизайн блан паве в лире да и вот их одна из самых классических моделей шестьдесят два шестьдесят три полный календарь ну согласитесь что очень очень похоже даже но здесь выдают очень сильно выдает безель который вот такой двухступенчатый и по сути вот только в балампа такой безель в основном и ушки даже понимаете ушки даже один в один такие каплевидные вот у меня есть и те и другие часы да я вам рассказывал этих фредериков у меня нету я купил другие тогда первые часы которые не ношу подробнее в прошлом в прошлом видео а вот эти блан паве лире я надеюсь видно в камеру они у меня есть и потому что я просто понимал начал понимать какой дизайн мне нравится и здесь вот положительная первая сторона амажей да что они тебе позволяет за меньшие деньги за куда меньшую сумму понять а что же тебе нравится то есть какой дизайн какие вот находки какие что должно быть в этих часах которые ты потом будешь стремиться купить потому что уж лучше понимать что не тебе нравится и как мне кажется хомажи в данном случае это большой плюс им это такая лицензированная копия часов которые от швейцарского бренда какого-нибудь нормального как правило это премиум класс либо какой-то начальный люкс которые делают что-то похожее но при этом тебе не надо брать подделку часов там за 500 долларов или там какую-то якобы крутую за тысячу полторы чтобы мне абсолютно бред брать китайскую копию за полторы тысячи долларов ну то есть жесть но такие умельцы и любители находятся иначе на авито бы не было примеров каких-то там безумных часов там копия за 140 тысяч или за 194 вот я недавно видел копию бреге за 194 тысячи по золото это атом скрытый механизм вместо того чтобы немножечко подзакинуть и взять да может быть потрепанные может быть прям был бы у но оригинальным бреге можно там за 300 330 тысяч взять то есть они поняли зачем за 200 брать подделку да но возвращаемся к нашей теме то есть это возможность дешевле и лучше понять вот дизайн и пропитаться стилем каких-то часов а потом купить те часы которые тебе действительно нравится кстати друзья мои если кто-то ну кому-то кажется что я на какой-то теме сели сильно долго задерживаюсь либо что-то долго говорю по каких-то моментов потому что на часы могу говорить бесконечно и это уже мои многие друзья поняли это моя жена поняла который со мной уже не общается на тему часов именно поэтому я завел этот блок чтобы общаться с вами и могу записывать такие видео по 30 40 там 50 минут говорить про часы практически без остановки вот и делиться с вами какими-то мыслями своими опытом и обмениваться этим опытом в том числе да именно для этого я создал этот блог дальше более сложная история это легендарная ролик субмаринер и его амажи его хамажи которые могут быть лицензированные назовем это так а могут быть просто тупо ну какая-то мега копия как делают я не буду называть даже на своем канале эти эти названия эти слова ну вот есть понятный младшим брат брат тюдор да который делает пелагас который очень похож в стиле абсолютно стопроцентный дайвер абсолютно не похож на легендарную модель субмаринер вы обратите внимание вот на все детали корпуса как сделано да вот такая как подушка то есть абсолютно очень очень похожи но только тюдора считается таким более более брутальным что ли более tool watch да такие трушные часы где-то потому что ну тюдор носят те кто мало случайных людей носят тюдор да поэтому в принципе в часовые энтузиасты в часовом мире они достаточно уважают эту марку респектуют и покупают и это такая возможность взять что-то похожее крутое интересное на субмаринер но при этом там за три-четыре тысячи долларов да где-то около того есть у нас явные копии типа вот davos а я честно не знаю что это за марка есть еще там с десятку с двадцатку кто скопировал этот успешный дизайн и его пытается продавать но здесь весной написано на этих но не знаю это не знаю такую марку но я знаю много китайских подделок которые делают один в один и это тогда не не хамаш это подделка а если вот по мотивам сделано что-то достаточно качественно четко и принципе не не полностью слезали то тогда наверное в этом большее смысл это такой более правильный хамаш аксио помню не договорил почему почему я начал говорить про то что бесконечно говорю про часы потому что есть внизу ссылочки есть тайм-коды где вы можете перейти по тайм-кодам и посмотреть интересующий вас отрезок тему конкретно ли кита выводы по теме видео чтобы насколько я же не знаю насколько у вас хватит времени возможности терпения чтобы посмотреть это видео да поэтому я бережно прилагаю каждому видео тайм-коды чтобы вы нашли то что вам максимально интересно но не так все легко с роликсом не так все легко с роликсом кстати я еще здесь хотел привести один пример сейчас сразу пока не забыл это конечно же кто это ланджин гидроконквест да то есть тоже своего рода хамаш до роликса по крайней мере многие так считают многим так кажется что они прям очень похожи мне кажется что не так сильно похожи здесь и защиты заводной головки всем по-другому ну форма может быть похожи безель другую разметка другая но стрелочки возможно похожи цифры то здесь есть что-то свое я считаю что по мотивам да если мы берем хамаш это что по мотивам но сделать немножечко по-своему да вот эта грань что ты сделал все-таки немножко что-то по-своему что-то улучшил что-то чуть-чуть перца где-то добавил где-то какую-то изюминку тогда хамаш это интересно да но если ты просто копировать ставить как вот это непонятно мне давоса сделала да то это как бы не true это скучно это непонятно и неизвестно зачем вообще эти часы нужны но и так все просто потому что у нас есть тоже история с ролик с субмаринер но при этом у нас же есть и блампа 50 фантом до который у нас первый дайвер да еще там по моему 63 год или что-то такое задолго до появления субмаринера и многие часовые эксперты называют что на самом деле ролик субмарина это хамаш на блампа 50 фатомс понимаете вот в чем ирония но обратите на них внимание то есть у них сколько есть похожего между собой столько есть и различного да то есть понимаете чем я говорю поэтому здесь это можно назвать хамашом но при этом правильным хамашом до сделанным по-своему тот же циклоп который придумал ролик за это своя тема там но мы не берем стрелки и так далее здесь все понятно или oyster кейс да там водонепроницаемый это все понятно это все их находки их супер крутой застежка и разные браслеты здесь все все честно все понятно но просто факт истории остается фактом что все-таки первый был блампа который сделал 50 фатомс да а потом уже все остальное но вот здесь такой трушный тоже амаш получился дальше больная тема тоже вспоминая про фредерик констан и конечно же здесь потек филипп у нас годовой календарь модель известная 53 96 белое золото но обратите внимание то здесь не надо 10 раз думать соображать и откуда что растут уши и ноги и форма плюс-минус корпуса и стрелки dolphin да и секундная стрелка и сектор скажем так фаза луны и дата все 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 просто практически вот один в один до единственный момент что дата у потека отдельное окошко они не стали заморачиваться сделали автора это насколько я понимаю фаза дня до ночи ли день но фредерик здесь не стал заморачиваться но с другой стороны за что им респект и почему я объясняю давайте это лучше тоже покажу на на сайте это вот фотки фредерика этого да то есть вы можете увидеть и понять что эти часы сделаны качественно то есть они сделаны грамотно я не раз держал эти часы подобные часы в руках то есть здесь у нас помимо того что достаточно не здорово за свои деньги сделаны здесь еще также у нас есть офицерский кейс так называемый то есть когда он захлопывается на манер карманных часов захлопывается открывается и там ты видишь механизм то есть такой гибрид сплошной обратной стороны и при этом можно посмотреть через сапфир на механизм до механизм при этом за свои деньги очень хорошо декорирован то есть вот такие близкие качественные фото которые взял на монохром хороший ресурс с хорошими фото поэтому рекомендую и ну здесь есть что любить да то есть здесь есть чтобы можно посмотреть и оценить но смотрите как какая красота и при этом это ритейл менее 4 тысяч долларов если и при том что потек такие же на вторичном рынке у среднем встречаются цены 45-50 тысяч долларов да то есть разница в 10-12 раз а если вы берете фредерики на вторичке естественно они не будут стоить три с половиной четыре тысячи долларов они будут стоить значительно значительно дешевле даже вот на этом механизме поэтому у вас есть возможность купить что-то там в 15 раз может больше дешевле и получить очень близкую модель при этом которая сделана аккуратно и интересно и является стопроцентным конечно же хамажом но при этом с сделано со вкусом с всеми изюминками и значительно дешевле но при этом это с весмейт это качество я как владелец двух часов фредериков ну могу сказать точно и у меня были и другие часы на их уже нету что это неплохо сделанные часы это хорошо сделанные часы я у меня есть более другие бренды намного более старше и дороже я скажу так что ну не стыдно за этого производителя они делают хорошие вещи вот но при этом когда вы можете купить не подделку пойти на авито и купить поделку патека 5396 за 100 тысяч рублей но это надо быть идиотом то есть ну глупость а вы можете взять те же там 100 120 тысяч рублей купить фредерик и ходить с нормальными часами на который хамаж но это не подделка это качество и это хорошие аккуратные часы которые сделаны очень похоже но сделаны по-своему там вот головка луковица допустим в таком винтажном стиле очень здорово очень красиво это все сделано дальше правильный тоже хамаж это омега constellation мои про которые я говорил в прошлом видео да вам показывал подробно о них информацию и конечно первые которые были в таком стиле это дмар пиге роял ок это творение джеральда джент и 72 год 1972 да я думаю все понимают первые спортивные часы с интегрированным браслетом стальные здесь все как бы хорошо и здорово амика constellation это последователи и даже вроде бы история гласит о том что омегу компанию омега консультировал джанта и вроде бы это тоже его оттуда уши джента торчат и вроде бы он тоже сделал эту историю до консультировал но омеге по-своему у них нету каких-то гаек у них есть римские цифры легендарные на этом безеле есть вот эти четыре такие полоски толстенькие как когти грифона по-моему это называется есть свои стрелочки из белого золота долфин и своя звездочка constellation есть то есть все чики-брики и сделано по-своему понимаете не более простой браслет ну и поэтому и цена совсем другая понимаете но это вот правильные хамаж правильный омаж дань уважения стилю и здесь уже даже дань уважения поймите не не адамар пике пиге да а дань уважения семидесятым вот этому стилю металлические стальных спортивных часов на интегрированном браслете то здесь уже омаж эпохи да вот этому новому веню новому стилю стальных спортивных часов с интегрированным браслетом и это грамотно это в принципе интересно да и это не не странно как-то допустим иметь вот такие часы и вот про что вам говорю да но при этом конечно интернет пестрит вот подобными вещами что сравнивают адамар пиге и марис лакруа айкан да и мы с вами понимаем что но действительно очень похожи здесь уже прям близко вы обратите внимание и стрелки и метки и текстура циферблата да и но здесь еще не так то явно здесь они сделали свои то есть нету явные гайки да есть свое какое-то решение но браслет очень близко просто намного проще он сделан да но я знаю честно что вот когда я сталкиваюсь с людьми и у них марис лакруа на запястье до 99 и 9 процентов из них хотят себе адамар пиге потому что это их стиль это их хамаш на хадамар пиге вот в чем и у меня есть друг саша он сейчас живет в калифорнии вот он свое время когда айкан появился он его сразу купил потому что он говорил мне нравится адамар пиге когда у него появились деньги возможность еще перед стратосферным ростом royal ок он себе купил старенькую версию но синим циферблатом хронограф адамар пиге да то есть у него есть сейчас оригинал он гоняет в нем так извините машу сильно руками он гоняет в нем там в калифорнии да но начинал он с морис лакруа понимаете то есть здесь и ежу понятно что это хамаш стопроцентный причем на адамар пиге и тут не надо ничего думать точно так же как чесо prx известный и любимый многими людьми с таким средним достатком часы с интегрированным браслетом потому что там тоже такая же вот шашечка или парижские гвозди правильно красиво это называется такой синенький циферблат все очень похоже но вот за там сколько там 70 тысяч рублей дали 80 новые имеет место быть но не знаю то есть я не хочу никого там обижать но мне кажется за эти деньги можно купить что-то интереснее чем эти супер икс особенно когда люди берут там кварц мне вообще непонятно да кстати тему тесопе rx многие энтузиасты часовые защищают эти часы цена-качество такая находка но вот я планирую как-нибудь записать видео на то что можно купить за цену тесопе rx что будет лучше и интереснее более коллекционная более востребованная вот в пределах там тысячи тысячи 200 долларов если вам кстати такая тема интересная пишите в комментарии поддержку или там поставьте лайк скажите да вот интересная история поэтому может быть для того у кого поменьше денежек нету на дмар пиге мы обсудим эту тему в отдельном видео на этом блоге возвращаемся к нашей презентации к нашим баранам и давайте подведем локальные итоги да по теме хамажей и что это вообще такое и будем завершать первая хамаж амаж это нормально но есть вариант как я называю лицензированного хамажа и есть зашкварные истории просто копировать ставить хуже сделать качество и пошло поехал продавать пургу да но хамажа хорошего качества это когда премиальный бренд это начальный люкс делает что-то очень похожее на икону но при этом что-то докручивает и не одну какую-то просто фишечку а там несколько две три четыре там пять фишек своих каких-то как сделал ролик сна сделать циклоп сделал ойстер сделал свой легендарный браслет и так далее то есть это круто то есть это хамаж на блампа но при этом это сделано по-своему уточняется даже хамаж не не то что даже на блампа а просто на дайверские часы первые да ну назовем это так поэтому это нормальная тема это возможность не брать подделку а взять хорошие качественные швейцарские часы но при этом что вы это можете купить часы там в пять десять пятнадцать раз дешевле и получить ощущение вот по габаритам по циферблату по стрелкам вот похожие ощущения чтобы понять а стоит ли стремиться к патек филипп до полному календарю или а мне достаточно фредерик констан классик мануфекчер да то есть и это тоже нормальное решение нормальный вариант поэтому вот я себя опередил до оригинальных амаж или копия часов то есть я против копии часов но если это оригинально это интересно то этот хамаж имеет место быть бренд история свои фишки то есть еще раз да еще раз я бы хотел на этом заострить внимание это все важно если вы хотите взять не просто какую-то зашкварную историю а взять действительно хороший хороший хамаж на то что вам нравится то это неплохое начало до или продолжение там коллекции какое качество исполнения я бы здесь обращал внимание именно на качество чтобы были какие-то свои особенности свой изюм чтобы это не было там что-то непонятное не не дребезжал браслет не не было там с минеральным стеклом там или еще что-то да чтобы это было качественно и всегда на рынке на вторичном рынке особенно можно найти что-то за ваши деньги выше ваших ожиданий понимаете выше того что вы ожидаете за эту сумму вот о чем речь и конечно хамаж или оригинальный амаж какой-то это быть и не казаться да не казаться очередным сто двадцать первым ролик субмаринер который всем уже надоел да а быть лучше первым омега constellation или взять или быть лучше тюдор пелагас синего цвета будет понятно что это не не роликс да то есть будет более такие трушные часы и tool watch как это модно говорить на зарубежных ресурсах поэтому быть и не казаться не нужны подделки не нужны тупые слизывания копировать ставить по плохого качества если это хамаж хорошее качество свои фишки нормальный бренд хотя премиальный да и соответственно чтобы было за что зацепиться чтобы вам было не не обломно такое носить и чтобы эти часы ваши вас радовали потому что часы это то что должно давать вам эмоции то что должно вас радовать потому что это экстра вещь вы ее купили чтобы себя порадовать да вам не нужны сейчас часы когда у нас есть у всех мобильные телефоны микроволновки и даже стиральная машина показывает время вам не нужны часы да но вы их берете для чего-то потому что они вам действительно нравятся друзья мои ну вот такое видео сегодня получилось если тема ее раскрытие вам понравилось ставьте лайки пишите свои комментарии мне нужна сейчас ваша поддержка потому что блог youtube канал совершенно молодой мало еще видео мало совсем просмотров подписчиков поэтому каждая ваша подписка каждый ваш лайк комментарий рекомендация это все в копилочку это все очень очень полезно сейчас будет поэтому так же я вас призываю прошу напишите какая следующая тема вам максимально интересно чтобы у меня была мотивация и я понимал что нужно моей молодой небольшой пока аудитории чтобы давать вам более качественный интересный контент то что важно именно для вас и на этом все сегодня с вами был виталий сергеенко часовой энтузиаст продолжающий коллекционер и по совместительству финансист и инвестор но тот кто мечтает объединить свое хобби свое вот это увлечение которому уже 7 лет с тем чтобы больше больше часть своего времени свободного этому посвящать говорить про часы общаться с энтузиастами находить тех кто увлечен находить коллекционеров находить тех кто готов здесь развиваться кто готов собирать интересные коллекции общаться находить недооцененные алмазы на рынке да поэтому мы здесь для этого с вами и собираемся до ваших комментариев подписок и надеюсь что это видео было вам полезно увидимся в следующем видео вроде бы ничего не забыл всем всего доброго всем пока пока и и и и